Площадку бывшего завода Уфа-Химпром очистят от опасных отходов. В восьми шламонакопителях предприятия за 30 лет образовалось около 500 тысяч кубометров веществ, которые наносят вред окружающей среде. Об этом сообщил первый заместитель главы столичной мэрии Салават Хусаинов на заседании Госсобрания Республики по вопросам экологии и природопользования. Общая площадь загрязнений на бывшем Уфа-Химпроме 143 тысячи гектаров. Наиболее опасные отходы, которые требуют рекультивации, расположены на территории 47 гектаров. Для ликвидации последствий экологического ущерба в прошлом году власти города заключили контракт с Санкт-Петербургской инжиниринговой компанией «Размах». Ее специалисты займутся разработкой сметной документации по утилизации шламонакопителей. Проект с экологической и строительной экспертизами будет готов в ноябре. В случае, если документ одобрят надзорные органы и столичная мэрия, площадку на бывшем Уфа-Химпроме рекультивируют в 2022 году. «Железный проект, который пройдет и экологическую экспертизу, и госэкспертизу. Этот проект пройдет общественное слушание. Только после этого будет проведена экологическая и госэкспертиза, чтобы получить деньги из республиканского, из федерального бюджета». Стоимость проектно-сметной документации 25 миллионов рублей. Компания-исполнитель предлагает использовать технологию термической обработки отходов. То есть, грунты будут обезвреживать на месте, без вывоза их к печам для сжигания.